Многосерийный аудиофильм «Последний вагон» Не удалось Чтобы избежать возможного столкновения с собственной дочерью Он решает сойти с поезда, не доезжая до Петербурга В Волхове, где его уже поджидают люди Артура Между тем проводница вербует морячка Он должен подложить батюшке справку об освобождении Алекса И сдать отца Николая в полицию по приезду в Питер Если предположить, что Алекса на тот момент в живых уже не будет Все подозрения падут на священника Ко всему прочему, в вагоне появляется очень необычный и подозрительный тип Толстяк в зеленых ботинках Кроме желания попасть в Петербург У него явно прослеживается еще какой-то интерес Перед своим преждевременным выходом Алекс пытается организовать возможность встретиться с Соней в дальнейшем В телефонной беседе с Артуром Алекс закрепил свое твердое решение не мстить В купе батюшки Толик с интересом рассматривал проплывающий мимо мемориал защитником Волхова И в полуха слушал бесконечную эпопею из молодости бывшего бандита в рясе Батюшка продолжал Вот тогда я в этой яме и зарал Помоги, ты же всемогущий Помогал много раз Если живым оставишь, служить буду тебе Чувствую, сознание уходит, уходит Напоследок слышу Голос сверху Ну ты красавчик Это он меня так назвал Бог Красавчик, говорит И все Дальше не помню Пришел в себя Продираюсь сквозь кусты Живой Весь в крови, правда Будто на камаз наскачал И только две мысли у меня Почему красавчик? Я же со стороны рожи свою не вижу Вторая мысль Рисую, как их убивать буду Не сам, конечно Раз Богу обещал служить Своей руки пачкать не стану Тут и призадумаешься Батюшка внезапно замолчал Толик оторвался от окна И поторопил Ну и что дальше? Приехал к матери в деревню Продумал все До мелочей Где, когда, из какого оружия Мать, конечно Узнала о моих планах И начала отговаривать, как могла Но все уже было решено Тут батюшка опять замолчал Увидев выходящего из тамбура Алекса Тот хотел пройти мимо Но отец Николай, схватив его Усадил на боковое место Алекс нехотя сел Их взгляды с морячком пересеклись Толик, как будто между ними Ничего не произошло Ободряющий подмигнул Батюшка переключился На нового слушателя Ты, говорю, меня бы пожалела Чуть не отчалил ведь сынок твой Они же в яме на смерть Меня оставили Скоты Слышь, сосед Посиди Посоветоваться надо Морячок незаметно потер висок Типа, батюшка, не в себе Не обращай внимания Алекс заглянул в свое купе Надеясь увидеть там Софию Там ее не оказалось И Алекс вынужден был дослушать батюшку Слышь, они меня в колодце пьяного похоронили Появись я тогда в городе Убили бы Это ясно Поэтому В деревне у матери скрылся Они, говорю ей Под откос пустили всю жизнь мою А ты о них Печешься И о них, говорит И о тебе, конечно, в первую очередь Если сделаешь Как задумал Обратно не повернешь Послушай Говорит Мать свою Встань-ка Батюшка поднял Алекса на ноги Выдержал Многозначительную паузу И опустился Перед ним На колени Прошу тебя, сынок Душа родная Пострадают они Пострадаешь В итоге ты И ответ Богу По-любому дашь потом За каждого Толик бодро вскочил И поднял с колен батюшку Да ты что Батюшка Вставай Не позорься Тот вернулся на свое место И пояснил Вот что она сделала На колени передо мной встала Прости их И все тут И на колени Родная мать Бог Говорит Есть И отвечать Перед ним придется Они за тебя ответят А ты За то Что с ними сделал И мне Тебя жаль Алекс Не вникая до конца Поинтересовался А мне Это Точно нужно знать Пока Батюшка подыскивал ответ Мимо них В тамбур Прошла София Алекс Последовал за ней Морячок Нетерпеливо Потребовал У батюшки Им где эти Уроды Я кривую Нашел Отец Николай Перебил Слышишь Я же говорю Она на колени Встала Даже показал тебе Для ясности А этих Искать не надо У меня У меня На них Чуйка Заверстучую Батюшка Начал Прикалываться Вот и сейчас Он театрально Принюхался В сторону Купе-проводницы Пошла Тяга Пошла Рядом Где-то Купе-проводница Неожиданно Открылась И батюшка Серьезно Закончил Не важно Где они Мне важно Где я А тебе важно Где ты Толик Садумчиво Произнес Да Пробовал я Много раз бросал Ни разу Не добросил Ха Толик Кто ж без него Добросит Не смеши народ Попробовал сам Вот хорошо Дай попробовать Другому По любви его Великой Учу тебя Учу Толик Перебил Не один ты В моей жизни Учитель В любовь Не верю Знаешь Как Меня отец любил Рассказать тебе Как в мороженце водил Взял Мне Сто грамм Пломбира И себе Пятьсот Водки И Через полчаса Вдребезги Сидит Мычит Потом Слюни Начал пускать Почевать Почевать Изволил А я Сижу Выкидыш И плачу Пока Уборщица С тобой Не отвела А патриарх Моего Почевать 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 Так долго ждал я, стоял у закрытых дверей, Зная, как трудно тебе без любви моей. Батюшка отложил гитару. Поймал? Смысл. Пустота в сердце твоем создана намеренно. Для себя ее Бог сотворил. Ничем и никем другим не заполнишь. Так и промучиваешься пустым. Толик перебил. Да понял я, понял. Не совсем же дурак-то. Появилась проводница, забрала пустые стаканы и нараспев укорила. Вы, преподобный, людям выбора не даете. Пусть каждый сам определяется. Батюшка живо отреагировал, словно только и ждал этого вопроса. Это с чем, милая моя? С выбором, батюшка. С выбором. Батюшка, копируя интонацию Светланы, распевно произнес. Чтобы определиться, хотя бы два варианта нужно. Чтобы было из чего выбирать. Или как. Проводница по-доброму улыбнулась. Вы кругом веру свою насаждаете, а человек свободным создан. Создан? И кем же? По-вашему. Светлана сходу не ответила на вопрос и продолжила свою тему. Каждый имеет право верить или нет. Право не верить имеют. Но верят все. В душе-то веришь, наверное, что Бога нет. Конечно, нет. Светлана перестала улыбаться, обдумывая его фразу. В смысле? Верю. Конечно, что его нет. Батюшка только развел руками и подмигнул Толику. Ну вот, видите, фанатичная, слепая вера без каких-либо доказательств. Какая ж ты доверчивая, милая. Наивная ты наша. Потому и плачешь по ночам. Проводница, не находя ответа, загремела пустыми стаканами и с натянутой улыбкой ушла к себе. Толик убедился, что Светлана ушла, таинственно поднес к губам указательный палец и достал из портманы батюшки справку Алекса. Велела тебе подложить. Это соседа нашего уголовника. Батюшка изучил справку. Да как же так? Откуда это у нее? А ты говоришь, чуйка. Толик сделал серьезное лицо. В Питере по приезде что-то будет. А сначала здесь. Если с хозяином справки что-то случится, и ее найдут у тебя, ты сам понимаешь, по тюрьмам ездить уже не надо будет. Батюшка убрал справку в портмане и растерянно прошептал. Ну и Светочка, конфеточка. И что делать? Толик подозвал его жестом, и когда тот с интересом придвинулся, прошептал. Я знаю, что делать. В это время в тамбуре София раздраженно выговаривала Алексу. Ну и на клетке, Александр, и ты, и я оба в камере. Ты отбыл срок, но из тюрьмы так и не выбрался. Выбрался? Соня, благодаря тебе. Алекс пытался найти хоть какую-то зацепку, чтобы продолжить с Соней общение в дальнейшем. Он посчитал, что лучше использовать ее страсть к психологии и набиться к ней в пациенты. И это позволило бы встретиться им еще раз. А дальше будет видно. «Соня, мы увидимся. Мне будет очень нужна твоя помощь». Вдруг кто-то закрыл снаружи дверь на ключ. Алекс поднес палец к губам и отодвинул Софию вглубь тамбура. На его лице появилась тревога. София раздраженно прошептала. «Она больная?» Затем смело подошла к двери и сделала безуспешную попытку открыть. Потом махнула рукой и решила закончить их беседу. Плевать на них. «Если ты простил, назови его имя». Алекс медленно и твердо произнес. «Отойди, пожалуйста, к окну. Просто встань у дверей». «Ты не ответил». Алекс после некоторого раздумья уверенно произнес. «Да, я прощаю». Неожиданно послышался ляск ключей в замке. Дверь открыла проводница. «Ты». Она показала пальцем на Софию. «Выходи». «А ты жених». Светлана кинула Алексу его куртку. «Пока идет проверка, посидишь здесь». София вернулась в купе морячка. Огромный мужчина в форменной одежде нехотя полистал ее паспорт и направился к батюшке. София всем своим видом, обычно игнорирующая Толика, вдруг заговорила наигранно любезно. «Смотрю, к Вере приобщаетесь. Исповедоваться не надумали? От папа не отходите». Толик не спешил оправдываться и коротко заметил. «Тебе бы тоже не помешало». Суня старалась держать себя в руках. «Уж лучше бы вы пили. Не забыли, зачем мы здесь? Конкретно вы». Морячок хмуро бросил. «Человек недалекий, но без намека не вспомним». София ухмыльнулась его дерзости и произнеся про себя, какой-то мирский, достал из сумочки деньги. Часть из них отдала Толику, остальное потом. Объект в тамбуре. Толик воодушевленно пересчитал деньги и с удовольствием отрапортовал по военным. «Все, есть, приступаем к разработке». Но в тамбур он не пошел, а принялся прятать деньги в сумку под сидением. София брезгливо за ним наблюдала. Когда контролер ушел во своясе, проводница открыла тамбур, подошла близко к Алексу и прошептала. «Ну что ты решил?» Алекс усмехнулся. «Выбор небольшой. Как все развернулось неожиданно. Я прощаю». «Кого?» Алекс улыбнулся. «Всех». Крепко сказал. «Всех прощаю». Алекс посмаковал эту мысль и с удивлением встретил следующую. Жизнь в тюрьме может оказаться гораздо счастливей, чем в шоколаде на воле. Это парадоксально, но факт. Даже находясь в камере, можно радоваться жизни и всему, что она производит. Причем производит бесплатно, к примеру, воздух, дышим, не ценя и не задумываясь, что это драгоценный дар. На этом перечень закончился, так как проводница перебила его благостные рассуждения. Она сочувственно покачала головой и дала ему листок бумаги. «Мой телефон и адрес. Приедешь». Когда Алекс вернулся в свое купе, новый сосед обрадовался и налил обоим коньячку. «О, рад, что вы еще живы!» Алекс утомленно прервал. «Все, братик, хорош. Только появился, уже это...» Он выглянул в коридор, осмотрелся и протянул Радику руку. «Давай». Толстяк с довольным видом достал новенький паспорт и подвинул его Алексу. «Зорин Олег Андреевич. Сойдет». Похвалил Алекс, достал из кармана джинсов сверток и кинул Радику. Радик удовлетворенно спрятал деньги в куртку и спросил. «Что с этой?» «Решил. Психологом». «Могу подсадить за отдельную, допустим. Есть вариант один. Весь вопрос в твоей щедрости». Алекс, словно не слыша вопроса, молча изучал паспорт. Радик сменил тему. «Ох, и проводится такая она. Чуть не прикончила. Глазками так стреляет». Он поболтал почти пустой бутылкой. «На коньячок не добавишь?» Алекс убрал в куртку паспорт и извительно спросил. «Радик, когда к тебе приходит жадность, она для тебя друг или враг?» Радик, понимающий, закивал и встал. «Это вопрос или ответ?» «Я за коньячком и к Светочке». София, увидев, что сосед Алекса ушел, пересела в его купе. Она была искренне рада присоединиться к своему собеседнику и даже приобняла его. Это выглядело трогательно. «Она не высадит нас между станциями?» «Какого жениха вводят?» Тут же, не получив ответа, сменила тему. «Это не моя вина, что так сложилось в нашей семье. Плачу за чужие грехи». «Я плохая? Так думаешь обо мне?» Алекс сделал попытку ободрить ее. «Ты прошла через все и осталась человеком. Вот что я думаю». «Как все маленькие девочки, я очень любила маму. Я ее боготворила и ненавидела человека, из-за которого родители ссорились. В основном именно после этих скандалов мне и попадала. Помню тот день, когда решила ее отравить». У Алексу начало перехватывать дыхание. Она так спокойно это произнесла, словно пожелала спокойной ночи. София помялась и после некоторого колебания продолжила. «В тот день я почувствовала, что стало другой. Что-то пришло внутрь. И я поклялась отомстить». Алекс от безнадежности вздохнул. Ему было тяжело осознавать, что Наталья, его любимая женщина, сейчас инвалид. И это сделала их общая дочь. Вот такое горбатое строение он возвел. Морячок был прав. В этом доме жить невозможно. И ничего изменить уже нельзя. Отношений между Наташей и Софией восстановить не получится. Пытаясь отвлечься от этой безнадеги, он попробовал перейти на позитив. А от мамы мне тоже прилетала. И задела, и так, по настроению. Обиды на нее не держу. Одна воспитывала. У нее такой же характер был, как у девушки, похожей на тебя. Наверное, поэтому такой трепет перед обеими и перед тобой. Алекс словно ребенок смотрел на Софию. Она не могла точно определить, плюсом было или минусом то, что он с таким подобострастием относился к слабому полу. Она поцеловала его в щеку и спросила, как звали твою девушку. В их купе заглянул Толик. Алекс не стал его гнать, что он обязательно сделал бы еще час назад. София тоже молча смотрела на маячка. Толик немного потянул время и прошел дальше в купе батюшки. Сев напротив, он покровительственно прошептал. Я тут кое-что смекнул. Скоро начнется. Сидя тихо, сопи дальше. Понял? Такого-то она, батюшка, никак не ожидал. Слышь, я на кладбище отосплюсь, если ты не против. Смекнул он. Если я смекну, мало тут никому не будет. Толик театрально кинул взгляд на шрамы от драк на руках батюшки, типа, нисколько не сомневаюсь, и продолжил. Вот что мы сделаем. Уговори Алекса пойти в ресторан. Там безопаснее. Батюшка не собирался обсуждать план Толика и перебил. Чего ради? Он должен меня слушать. А кого? Еще ему слушать. Как на тебя, а, батюшка? Злахатами меня не держи. Ты же не случайно здесь. Батюшка растерялся, но потом сделал попытку пошутить. Как случайно можно оказаться в поезде? В соседнем купе София тихо жаловалась Алексу. Но она не умерла. Частично только. Я и раньше не была солнечным человеком. А с тех пор я не помню, когда испытывала радость. Только смеялась. Просто смеялась. Без радости. Я очень плохая. Очень. На лице Алекса появилась скорбь. Господи, как вообще можно с этим жить? Неужели тебе ее не жалко? Это же мать. Ей все, что хочешь, можно простить. Плевать на все. Она жизнь дала. София уточнила. Ты мне ведь тоже есть кого прощать. Кроме своей матери. Алекс занервничал. Конечно же. Я ее прощаю. И компаньона тоже. Ничем не лучше его. София добилась своего. Последние два часа она пыталась подвести Алекса к этому решению. И у нее это получилось. При этом удовлетворение, которое она ожидала, она не пережила. Простил. А имя не назвал. Алекс некоторое время, раздумывая, смотрел на нее. До сих пор он так и не вычислил, кто же из пассажиров в вагоне человек Артура. Естественно, подозрение падало в первую очередь на Софию. Этого он хотел меньше всего. Но все же сделал еще одну попытку определиться. Я до сих пор не пойму, зачем оно тебе? Его имя. Успокой меня. Скажи, что того требует закон психологии. Или это забота о близком человеке? Я не себя имею в виду. Ты сейчас психолог? Или просто делаешь свое дело? Или уже неразделимо? Миротворец и мститель. Он выпалил это, даже не успев подумать. София смотрела на него непонимающим взглядом. Алекс закончил. Наше соседство запланировано, верно, Соня? В соседнем купе, как эхо, звучала примерно такая же тема. Морячка было трудно узнать. Его придурковатость полностью улетучилась. С серьезным видом он тихо говорил растерявшемуся батюшке. Просто слышал ваши терки в ресторане и знаю, зачем ты здесь. И зачем по тюрмам ездил, догадываюсь. Нашел все-таки кореша своего. Толик кивнул на купе Алекса. Поэтому ты сейчас его прикрываешь. И совсем не зря. Чуйка у тебя действительно божественная. Батюшка покачал головой, полез в сумку и достал эластичный бинт. Прошептал. Вот она какая, белая горячка. Толик перебил. Если ты не выведешь его из вагона через пару минут, все усложнится. Сейчас Соня пойдет курить, и ты уведешь друга в ресторан. Для убедительности морячок добавил. Мухаммед Али. Возникла небольшая пауза. Батюшка чувствовал себя немногим лучше, чем после нокаута. Безуспешно пытаясь собраться с мыслями, неуверенно произнес. Ты говоришь сплошными загадками. Тогда последнюю загадаю. Нижний Тагил. Чурьма. Из нее выходят два священника. Толик сделал выразительную паузу и закончил. На вокзале оба посещают туалет. Один батюшка выходит, второй нет. Где его искать? Толик показал пальцем на купе Алекса. Там. Отец Николай много в жизни своей повидал. Побывал в разных переделках. Страдал и плотью, и душой. Но в этот момент он пережил еще одно незнакомое и очень неприятное чувство. Ему показалось, что он сходит с ума. Сопоставить образ недалекого морячка и его последние тексты было решительно невозможно. То, что Толик видел их с Алексом, заходящими в туалет, представить еще можно. Но на выходе с зоны давно уже батюшка не чувствовал себя так скверно. Объяснений происходящему или решений, как на это реагировать, у него не было. Он машинально начал мотать на руку боксерский бинт и попытался переключиться на какую-нибудь другую тему, чтобы не сойти с ума. Но Толик, оценив состояние собеседника, улыбаясь, ободрил. Полюбил я тебя, батюшка. Крутой ты. Делай, как советую, и все живы будем. Морячок улыбнулся и добавил, кивнув на купе Алекса. Я с ним еще не закончил. Батюшка немного пришел в себя. Кто ты такой, чтобы с кем-то заканчивать? Толик серьезно произнес. Ангел. Хранитель. Мой? Морячок широко улыбнулся. Ты и в Деда Мороза веришь? Толик встал, дружески потрепал батюшку по плечу и пошел к проводнице, напоследок напомнив. Если не успеешь, у всех будут проблемы. За стеной продолжалось дознание. Алекса, раскрасневшись, перешел на шепот. Вот что происходит на самом деле. Мы оба понимаем, о чем идет речь. Верно? Если я все забуду, то моему бывшему компаньону не надо больше опасаться за свою жизнь. Можешь успокоиться. Я его забыл. Мстить не буду. В этом весь смысл. София, тоже нервничая, ответила. Если еще не понял, все, что ты слышал, я говорил не тебе. В чем живешь, твоя история, не моя. Мне со своей надо разобраться. Кому ты собрался мстить, мне абсолютно неинтересно. Алекс раздраженно перебил. Все, София, достаточно. Мы оба понимаем, о чем идет речь. Как он мог отправить тебя на это дело? София замерла. Алекс напористо продолжил. Ты хотела услышать от меня его имя? Его имя Артур. Для чего был разыгран весь этот спектакль? Это только удаляет тебя от цели. Таким образом, твоя история никогда не закончится. Ты специально накачиваешь себя ненавистью. Учишь одному, делаешь совсем другое. Зачем? София, не ответив, молча встала и направилась в тамбур. У туалета дорогу ей преградила проводница. Как все трогательно получилось. В тебе умрет актриса. Какая интрига. Поздравляю, девочки. София не могла себя сдерживать и с ненавистью выкрикнула. Ты сколько девочек сейчас видишь? У тебя косоглазие или паранойя? Ты почти добилась своего. София приблизилась вплотную к Светлане. Еще один эпизод. Я от тебя избавлюсь. Для этого мне достаточно только позвонить и назвать твое имя. Лучше исчезни сама. Проводница неожиданно миролюбиво улыбнулась. Ты затем звала меня, чтобы потом избавиться? София не поняла. Звала? Да ты просто старая, больная, на голову стерва. Я уже не верю, что мы с тобой вообще когда-нибудь расстанемся. София пошла к тамбуру. Проводница вслед спокойно улыбнулась. Это точно. Теперь одного желания уже недостаточно. Плохо ты меня знаешь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тем временем перебрался в купе к Алексу, сел напротив и минуту они молча смотрели друг на друга. Наконец, Алекс заговорил. Подвела тебя твоя чуйка. Подстраховка не пригодилась. С Артуром вопрос закрыт. Батюшка по-прежнему молчал, переваривая недавний разговор с морячком. Алекс продолжил. Сам свое дерьмо пусть разгребает. Не зря же ты на колени встал. Ты же молился об этом. Как ты хотел, так и вышло. Я его прощаю. Батюшка недоверчиво потребовал. Побожись. Не веря в заявление Алекса, он искренне изумился. Не может быть. Столько лет готовился и в момент передумал. Такого не бывает. Алекс, явно намекая, напомнил. У тебя же было? Или некого прощать было? И не за что. Да как не за что? Я простил. Я с Богом хожу. Только с Его Божьей помощью. Вы с Артуром другие. И поэтому сейчас вот что мы с тобой сделаем. Соберем вещи. Пойдем в ресторан. И будем сидеть там до самого конца. Алекс спокойно перебил батюшку. Мы до Питера не едем. Тот, переварив поступившую информацию, обиделся. Вот как? Так, почему раньше не сказал? Ты этой малолетке сходу все выложил, а меня на поводке. Алекс холодно заметил. Эта малолетка, моя дочь. Будто ты не знал. Выйдем в Волхове, сделаем одно дело. Я скажу, что будет дальше. Нет, говори сейчас. Если веришь мне, говори сейчас. Зачем тебе, Волхов? Заберем коробки из-под обуви, которые ты Любаши отвозил. Или их там нет уже? Алекс, испытывающий, смотрел на батюшку и ждал его реакцию. Она жива хоть? Любаша. Тот взорвался. Откуда мне знать, что ты меня пробиваешь? Задолбал уже. Я говорю, что думаю. И делаю. Ты тоже так? Зачем здесь этот Ратик? Я не знаю, какие у него планы. А ты и я и твои не знаю. Ваши с Артуром. Прокололся ты по жизни, Али. Знаешь на чем? Если бы тебя Артур на самом деле прикопал, дядя Слава должен бы ответить за сына. Но войны, насколько я знаю, не было. Люди со звездами на коленях такое не прощают. Я так думаю. Али нервно встал и прежде, чем уйти, бросил. Оправдываться не буду. Думай, как хочешь думать. Дать бы тебе в рыло. Ума ни хрена не прибавилось. Все, мы с тобой и квиты. Ты жив и на свободе. Пожизненный долг закрыт. Сильпо. Али ушел, оставив Алекса в замешательстве. Тот, немного помучившись, перешел в купе батюшки и уточнил. То, что ты выжил, действительно было чудо? Или это ваш с Артуром план? Откуда мне знать? Али сердито взглянул на старого друга. Чудо – это то, что ты выжил, дебилоид. В тамбуре была открыта дверь. Громко стучали колеса и завывал ветер. Когда появился Алекс, София стояла у открытых дверей и глубоко дышала. Соня, прости. Начал виновата Алекс, протягивая Софии ее сумочку. Нам надо объясниться. Да, у нас получилось так с твоей матерью. Я раскаиваюсь во всем. Я платил за это 20 лет. София, не слушая его, выхватила свою сумку и начала в ней рыться. Молния внутри наконец-то поддалась, и в руке Сони появился миниатюрный дамский пистолет. А я все это время ждала тебя. Много раз видела во сне нашу встречу. И тебя на коленях. Ты возвращал долг нашей семье. Удивительно. Да. Алекс и на коленях. У нее дрожали губы, лицо было белое, но она была решительна. Звони своим гопникам и дай им отбой. Или умрешь. Соня, отбой мне давать некому. Не рассказывай сказки. Ты же заплатил им уже, верно? Иначе зачем моему отцу скрываться? Или ты к морячку на свадьбу едешь? Не боишься ничего? Смотрю. Я похожа на дуру. В твоих кустах, кроме всех дел, наверное, и рояль найдется. В купе проводницы Светлана протянула Толику конверт. С бабой справишься, получишь эти деньги. Толик с интересом заглянул в него и протянул. Ни хрена себе. Здесь ни на одну душу хватит. Проводница ловко забрала деньги обратно. Нет никаких душ. Отмазка для дураков. Морячок огорчен и возразил. Есть цена, значит, есть товар. Светлана его не слушала. Приедем в Питер. Пойдешь провожать папа. Когда вас примут на вокзале, тебе объяснят, что делать дальше. Пока все, любовь моя. Морячок пошуршал пальцами, намекая на деньги. А за папа когда? Сначала сделай. На месте и получишь. А теперь баба. Ах, понял. В глазах Толика засветилась надежда. Но он пригрозил ей пальцем. Верю тебе. Если не получу, шума будет много. В тамбуре София, уже не пряча руку с пистолетом в сумочке, направила его на Алекса и медленно проговорила. Вставай на колени, Суня. Для кого это шоу? Мы можем все обсудить спокойно. София уверенно перебила. Ты всю мою семью опустил. Пришла твоя очередь. Пистолет не произвел на Алекса никакого впечатления. Этот предмет он не однажды видел перед своим лицом. И каждый раз вместо страха на него накатывала мощная волна непокорности. Проще было его уговорить, чем напугать. Маленькая дамская игрушка в миниатюрной руке его дочери была для него не более чем зажигалка. А вот то пламя, которое исходило от его Сони, просто ужасал. Хорошо, Алекс попытался утихомирить Софию. Я встану. Только успокойся и отойди от двери. София не отдавала себе отчет, что она стояла у открытой двери и при повороте поезда могла не удержать равновесие. Они поменялись местами. И София опять повторила свое требование, угрожая пистолетом. «Бедная, бедная девочка!» – кричала душа Алекса. Сейчас Соня была похожа на безумную. Все ее доводы о прощении, о том, что месть не принесет радости и покоя, рассыпались в пыль. Она была одержима жаждой мщения, и Алекс не мог спокойно смотреть ей в глаза. Это были не глаза его Наташи и не глаза их дочери. Это были глаза разъяренного или загнанного в угол дикого животного. Алекс медленно опустился на колени. София с ненавистью смотрела на него и понимала, что теперь, когда она добилась своего, нажать на курок стало еще сложней. Он был унижен. Она совершила долгожданный суд, но ожидаемое облегчение не приходило. Скорее, наоборот, это обезоруживало ее. В случае его сопротивления она смогла бы выстрелить. И теперь к охватившим ее чувствам добавились досада и злость на саму себя. Она не может решиться на простое нажатие пальцем на курок. «Ты не только подлец, ты еще и трус!» – закричала София, пытаясь завести себя. Алекс с сожалением произнес. «Прости, я виноват во всем». София в нерешительности повернулась к окну, потом обратно. Сметение в ее душе усиливалось. И она искала еще какой-то повод для осуществления того, что она вынашивала в своем сердце большую часть осознанной жизни. Перед ней, наконец-то, стоял на коленях человек, который так разрушительно повлиял на ее судьбу. «Во всем? Значит, ни в чем. Что ты сделал конкретно? Скажи, я облудил с твоей матерью!» После этого признания из его уст она без сожаления нажмет на курок. Она еще раз закричала. «Повтори! Я облудил с твоей матерью!» Алекс прошептал. «Я сделаю все, что ты захочешь, чтобы не потерять тебя». София, не понимая истинного смысла этой фразы, ухватилась за мысль, что он влюблен в нее. Это был еще один повод причинить ему боль. София медленно опустилась рядом с ним на колени, не выпуская из рук пистолет, и прошептала. «Обними меня!» «Соня, прости!» «Обними! Я хочу пережить то, что чувствовала она!» «Пожалуйста, убери свою игрушку!» «Если она случайно выстрелит, ты потеряешь человека, сильнее которого тебя не любит никто!» София одной рукой поднесла пистолет к сердцу Алекса, а второй обвила его шею. «Положи свои руки мне на талию!» прошептала она и потянулась, чтобы поцеловать. Алекс ошалело уклонился, и в его глазах опять появились слезы. София надавила на грудь Алекса пистолетом, считаю, до трех. Конец седьмой серии Корректор А.Кулакова Кевизар Продолжение следует...